Наука в США является одной из ключевых отраслей страны. На сегодняшний день США является мировым научным лидером с абсолютным преимуществом в количестве Нобелевских лауреатов. Наука в США получила развитие уже в первые годы существования страны, но по сравнению с развитой системой европейских университетов и научных школ была на значительно более низком уровне. Сегодня мы расскажем вам о малоизвестных страницах развития американской науки, об ученых самоучках изобретателей, чьи изобретения изменили мир. Роберт Фултон. Американский инженер-изобретатель, создатель одного из первых пароходов проекта одной из первых подводных лодок. Успех его парохода изменил речное движение и торговля на главных американских реках. В 1800 году по заказу Наполеона Бонапарта спроектировал и изготовил подводную лодку на Утилус, которая является первой практической подводной лодкой в истории человечества. Вскоре в газетах появилось объявление, что пароход будет постоянно курсировать между городами Нью-Йорка и Обани. К 1811 году Фултон спустил на воду еще четыре парохода. Вскоре десятки пароходов пошли по Миссисипи и реке Огайо, а компаньоны получили заказ от американского правительства на постройку парохода Фултон 1. Чарльз Гудир Чарльз Нельсон Гудир американский изобретатель, который первый провел вулканизацию каучука, процесс открытый им в 1839 году. Неутомимый изобретатель потратил на эксперименты с каучуком много лет и средств, как своих, так и друзей и кредиторов, чем обрек свою семью на нищенское существование. Он экспериментировал с различными соотношениями каучука и серы при разных температурах и времени, стремясь достичь оптимальных условий для производства резины, которая бы легко формировалась и отреждалась в прочный эластичный материал. В 1898 году, почти через четыре десятилетия после его смерти, была основана компания, названная в его честь Good Year Tire & Rubber Company. 26 января 1976 года Гудир был среди шести избранных номинантов на выключение в Национальный зал славы изобретателей, Роберт Оппенгеймер. Джулиус Роберт Оппенгеймер широко известен как научный руководитель Манхэттенского проекта, в рамках которого в годы Второй мировой войны разрабатывались первые образцы ядерного оружия, из-за чего его часто называют отцом атомной бомбы. Американский физик-теоретик, профессор физики Калифорнийского университета в Беркли, член Национальной академии науки США, С 1939 по 1945 год ученый активно участвовал в работах по созданию атомной бомбы, возглавляя специально созданную для этого лабораторию. Параллельно являлся советником правительства Соединенных Штатов Америки по вопросам атомной политики. В 1954 году за выступление против создания водородной бомбы и за использование атомной энергии лишь в мирных целях, Оппенгеймер оказался снят со всех постов, связанных с проведением секретных работ, обвинен в нелояльности. Сэмюэл Финли Бриз Морзе. Американский художник и изобретатель, зарабатывал на жизнь портретной живописью, преподавал живопись и скульптуру в университете. В 1826 году Морзе основал Национальную академию рисунка, был ее первым президентом. Под влиянием книги Фарадея в 1832 году увлекся электромагнетизмом и задумался над возможностью создания электрического телеграфа. Несколько лет потратил на безуспешные попытки и наконец в 1837 изобрел электромеханический телеграфный аппарат. В 1838 году разработал для него телеграфный код Азбуку Морзе. В здании Нью-Йоркского университета 8 февраля 1838 года Сэмюэл Морзе впервые успешно испытал электрический телеграф на 15-километровой линии. В 1843 году Сэмюэл получил финансовую поддержку от Конгресса для создания первой экспериментальной телеграфной линии в США от Балтимора до Вашингтона. В 1844 году строительство линии завершено. Артур Галстон. В начале 1940-х годов молодой аспирант Иллинойского университета Артур Галстон изучал свойства растительных гормонов. Он искал способы ускорить плодоношение сои. Ботаник защитил диссертацию на эту тему, после чего занялся другими работами. Тем временем диссертацию Артура Галстона внимательно изучили лаборанты военной базы про разработки биологического оружия. Их заинтересовали свойства дефолиантов, химических веществ, вызывающих опадение листвы. Дело в том, что армия США, ведя в Юго-Восточной Азии боевые действия против японцев, столкнулась с проблемой. Противник прятался в джунглях, прибегал к естественной маскировке в густой растительности. С воздуха разглядеть его было трудно, зато он без помех мог атаковать американскую авиацию. Научные результаты, полученные Галстоном, были без его ведома использованные для создания химиката, получившего название агент Оранж. Когда ученый узнал об этом, он был потрясен. Дело не в том, что это вещество, распыленное над лесами, лишало растений листвы. Как выяснилось, агент Оранж вызывал врожденные мутации у детей и серьезные проблемы со здоровьем взрослых. Особенно очевидно, это стало во время войны во Вьетнаме. Когда последствия применения агента Оранж стали достоянием общественности, Артур Галстон, ощущая личную ответственность за его разработку, начал бороться за запрет химиката. Он требовал прекратить его распыление, объявил сбор подписей коллег-ученых по петиции к президенту США.